Уважаемые гости, компания Куберлайн приветствует вас на нашем вебинаре, который сегодня посвящен изменениям по упрощенке. Тему вебинара вы видите на экране, также на экране вы видите наши контакты, то есть наша электронная почта, телефоны и адрес сайта. Вы можете задавать свои вопросы, присылать обращения, мы будем с удовольствием на них отвечать и будем очень рады, если сможем оказаться вам полезными. К тому же, когда вы задаете свои вопросы в письменном виде, у нас есть возможность более предметно вам ответить, то есть уже с учетом вашей специфики и соответственно ответ времени у нас будет больше, поэтому он может быть более подробным. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардашева. Моя электронная почта вы тоже сейчас видите на экране. Так что добро пожаловать с вопросами и с любыми проблемами, которые касаются 1С. Начиная от обычной продажи, кончая внедрениями, разработками и так далее. План нашего сегодняшнего вебинара вы видите на экране и поговорим о том, что изменяется в 2022 году для тех, кто применяет упрощенку. Изменений на самом деле у нас достаточно много. Часть из них вступила в действие с 1 января, часть с 1 июля и анонсировано несколько очень интересных изменений. Значит, мы поговорим о том, что изменилось для плательщиков, то есть что уже произошло. Это в основном лимиты, сроки и так далее. Поговорим о переходе на новый режим. То есть у нас правительство анонсировало новый режим для упрощенцев. Это автоматическая упрощенная система налогообложения АСУАУСН и соответственно подробности про этот новый режим. Кто его может применять, что он дает, какие плюсы и минусы. То есть короткий дайджест по этому режиму. Дальше у нас есть антикризисные меры, которые правительство приняло для поддержки бизнеса. Есть отсрочка по платежам, кто может воспользоваться этой отсрочкой. Ну и соответственно изменение ставок по упрощенке в этом году и отражение нововведения, отражение отчетности в конфигурации 1С ERP. Поговорим мы с вами сегодня таким образом. Нормативную информацию я буду показывать на слайдах. А попутно мы будем переходить в демо-версию. Сейчас я перейду в нее. Демо-версия ERP и смотреть мы с вами будем на релизе. То есть вот по этой пиктограммке мы вызываем сведения о программе и можем посмотреть на каком релизе мы будем смотреть. Ну соответственно в вашем случае, если вы хотите проверить какая у вас конфигурация, какой релиз, вы естественно можете здесь его посмотреть. Почему я делаю акцент на релизе? Потому что мы будем говорить по конфигурации версии 2.5. Версия 2.4 сейчас уже снимается с поддержки и поскольку в версии 2.5 были достаточно серьезные изменения, интерфейс в некоторых разделах изменился. То есть функциональность осталась, как была полностью сохранена, но немножко изменена компоновка экрана. Если вы на это наткнулись, пусть вас это не смущает и не пугает. Снова переходим к нашим слайдикам. Итак, в этом, в прошлом году, в 2021, в этом было достаточно много нововведений и в принципе все эти нововведения достаточно революционные и ориентированы на то, чтобы облегчить бизнесу хоть немножко жизни. Минфин презентовал трехлетний план развития налоговой политики. Платить налоги стало меньше, но веселее. То есть расширились полномочия налоговиков, позакрывали дырочки, которыми можно было воспользоваться. В общем, в 2022 году было внесено около 9 изменений в упрощенную систему. Соответственно, были новые лимиты и так называемый переходный период по ОСН. Соответственно, в этом случае есть достаточно серьезное послабление. Если ваша организация близка к предельным лимитам, то не стоит пугаться того, что придется откатываться на общую систему налоговложения. Есть небольшой запас, так называемый переходный период по ОСН. То есть, если ваши показатели превысили те, которые вы видите на экране, то вы не теряете право на применение упрощенки, а просто платите налог по повышенной ставке. То есть, вместо 6% будет 8 и вместо 15% будет 20. Начинается переходный период, если ваши доходы достигают предельных величин, а число сотрудников в промежутке между 100 и 130 человеками. То есть, в прошлом году можно было перейти на упрощенку только если у вас было не больше 100 человек. В этом году уже этот показатель до 130 человек увеличен. Кроме этого, во время переходного периода авансовые платежи тоже немножко по-другому рассчитываются. То есть, методику расчета вы видите сейчас на экране и состоит она в том, что считается до момента превышения налоговая база, которая облагается по стандартной ставке, то есть, либо 6, либо 15% в зависимости от того, какой режим вы применяете, доходы или доходы минус расходы. Затем мы считаем базу за весь налоговый период, вычитаем из нее базу, которая до превышения каких-то параметров у вас была. С нее считаем по стандартной ставке, а оставшуюся сумму уже облагаем по повышенной ставке. И после того, как мы рассчитали две базы, мы складываем их и в этом случае получаем уже налог за период, за который мы отчитываемся. Еще один момент, это по срокам уплаты. То есть, в этом году было перенесение от срочка по уплате налогов. Для организаций, то есть, для юридических лиц, которые применяют упрощенку, сроки перенесли с 31 марта на 31 октября. А для ИП с 30 апреля на 30 ноября. Обратите внимание, это налог за прошлый год. То есть, это не авансовые платежи за этот. По авансовым платежам за первый квартал 22 года, соответственно, вы видите на экране, что тоже были перенесены сроки. Самый, так сказать, вкусный в этом вопросе момент, это то, что в новые сроки нужно платить не всю сумму налогов, авансового платежа, а одну шестую часть. То есть, в отличие от предыдущих периодов, можно растянуть удовольствие на более длительный период. И, соответственно, со следующего месяца, после перенесенного срока оплаты, вы должны уплачивать по одной шестой части до момента, когда полностью погасите сумму либо налога, либо авансового платежа. То есть, это, в общем-то, бывает очень кстати. Особенно сейчас, когда из-за санкций, из-за пандемии организации имеют достаточно большие трудности. И, скажем так, самая нашумевшая новость, это по применению автоматизированной системы управления, автоматизированной упрощенной системы налогообложения, АОСН, которая вводится с 1.07 в четырех регионах. То есть, Москва, Московская, Калужская области и Республика Татарстан. Это у нас федеральный закон 17ФЗ, который принят 25 февраля. Я обращаю ваше внимание именно на то, что это федеральный закон, то есть ФЗ. Обратите внимание на его номер, он будет встречаться достаточно часто. Сейчас очень много справочной информации есть у всех, на всех платформах, и консультанты, гаранты, и аудиторские сайты. То есть, этому режиму посвящено очень много информации. Мы пройдем, так сказать, по его основным точкам и немножко постараемся определить, где же в нем вишенка на торте, а где наоборот сложности. С 1.07 это экспериментальный спецрежим, и перейти на него можно было... Которые зарегистрированы с 1 июля, перейти на применение этого режима, могут только компании, которые зарегистрировались, вновь зарегистрированы компанией после 1 июля, включительно 1 число. Действующие компании, предприниматели не могут перейти на этот режим, они смогут перейти только с 2023 года. На первый взгляд, автоматизированная упрощенка выглядит очень привлекательно, у нее действительно есть очень интересные моменты. То есть, во-первых, это освобождение от отчетности, во-вторых, это снижение налогов и уплата страховых взносов в этом случае будет производиться тоже автоматически, уполномоченными кредитными организациями. И самое приятное, это мораторий на выездные налоговые проверки. Обратите внимание именно на слово выездные, потому что по эмиральной проверке, ну, как бы никто не отменял. Но ограничений у этого спецрежима достаточно много, причем как явных, так и, в общем-то, скрытых. Во-первых, налоговые ставки для автоматической упрощенки, также сохраняются доходы и доходы минус расходы, только ставки в этом случае выше. То есть, доходы вместо 6% будет 8%, а доходы минус расходы будут вместо 15-20%. Также, как и при обычной упрощенке, объект налогообложения можно менять только с нового календарного года. Для этого нужно послать в налоговое уведомление, не позднее последнего, обратите внимание, дата 31 декабря. То есть, именно с этой датой связано еще несколько моментов. Обычно, когда, например, срок сдачи отчетности выпадает на выходной день, то он переносится на следующий рабочий день. Такая же ситуация будет и с уведомлением об упрощенке автоматической. Еще одно новшество, которое введено в этом году и будет обязательно со следующего года, это оплата налогов единым налоговым платежом. Это были внесены изменения в налоговый кодекс, статья 45. И вот здесь начинается первая небольшая нестыковка, поскольку применение единого налогового платежа предполагается, что будет обязательным. Но применять автоматическую упрощенку нельзя тем, кто платит налоги единым налоговым платежом. Или второе ограничение тем, кто выплачивает доходы физическим лицам наличными. То есть, вроде, с одной стороны, хорошее новшество, а с другой стороны, практически применять его могут очень немногие. Еще один минус, то есть, совмещать автоматическую упрощенку с другими налоговыми режимами запрещено. Ну, например, если это индивидуальный предприниматель, то он уже не сможет использовать патентную систему, как можно было раньше, а только упрощенку. Ну, зато большой жирный плюс, что налоговую декларацию по автоматической упрощенке организации предпринимателей не предоставляют. Кроме этого, им не нужно подавать РСВ, то есть, это, в принципе, отчет, который у многих небольших предприятий вызывает затруднения. Не надо подавать 6 НДФЛ, то есть, доходы физических лиц. И вот здесь, в отношении доходов физических лиц тоже, к сожалению, есть одна ложка дегтя в этой бочке меда. Ну, и, соответственно, форму 4 ФСС тоже подавать не надо. Однако, здесь, обратите внимание, что не нужно подавать только форму 4 ФСС. Несчастное страхование, то есть, отчет о несчастных случаях и производственных заболеваниях, подавать все равно требуется. Кто может применять автоматическую упрощенку? Этот режим рассчитан на микропредприятия, то есть, годовой доход не более 60 миллионов и средняя численность не более 5 человек. То есть, обратите внимание, это именно средняя численность. То есть, в принципе, получается, что это такой гибридный вариант между упрощенкой и самозанятыми. Кроме этого, для применения АОСН необходимо, чтобы расчетный счет был открыт в Уполномоченном банке. Я специально этого делала и жирным шрифтом, и проговаривала. То есть, банк, который поддерживает электронный обмен с ФНС. Ну, на самом деле, сейчас практически все банки такой электронный обмен поддерживают. Но необходимо, чтобы этот банк был внесен в специальный реестр, который будет размещаться на сайте налоговой службы. Пока такого реестра еще нету, то есть, он не выложен. И вот здесь еще один минус. То есть, это расчетный счет только в Уполномоченном банке. Кому нельзя использовать автоматическую упрощенку? Но, повторюсь, это тем, кто платит налоги единым налоговым платежом, кто выплачивает доход физическим лицам наличными. Следующий момент, нанимает налоговых нерезидентов. То есть, тех, у кого работают гастарбайтеры, к сожалению, на этот режим перевести нельзя. Или сотрудников на работу, то есть, если вы принимаете сотрудников на работу по горячей сетке, то есть, на работы, которые дают право на досрочную печь, ну, чаще всего это вредные производства, которые имеют повышенный класс опасности. Еще одно ограничение, это для предприятий, которые платят зарплату либо наличными, либо натуральный доход выплачивают, либо перечисляют деньги через банк, который не внесен в реестр ФНС. И еще одно ограничение, то есть, это предприятия, которые выплачивают доходы, облагающиеся по повышенным ставкам, то есть, облагающиеся НДФЛ по повышенным ставкам. 9 процентов, 15,35. То есть, в этом случае у нас сразу обрезается лимит дохода человека за год, то есть, он не может быть свыше 5 миллионов рублей, потому что после 5 миллионов он облагается по повышенной ставке НДФЛ в 15 процентов. Ну и, соответственно, натуральная форма, то есть, бартерная операция и еще одна ложка дегтя, доходы, при которых возникает материальная выгода. Материальная выгода у нас возникает, когда у нас идут займы, когда, например, организация выдает займ либо беспроцентный, либо с низкими процентами своему руководителю, учредителю или взаимозависимому лицу. В этом случае у нас возникает материальная выгода, и, соответственно, путь к автоматической упрощенке для тайкового предприятия оказывается закрыт. Еще один момент – это исчисление и уплата налога при автоматической упрощенке. То есть, в этом случае у нас налоговый период – это месяц. По итогам месяца налоговую базу рассчитывает уже сама налоговая инспекция. В этом случае контролеры налоговые учитывают ваши доходы, то есть данные, которые пересылает банк, данные, которые фиксируются онлайн-кассой, то есть то, что они могут проверить, так сказать, в онлайне. И в этом случае у нас доходы и расходы. Если, например, банк подает информацию, он разделяет на учитываемые и неучитываемые. Неучитываемые могут быть, собственно, перечень учитываемых и неучитываемых. Можно посмотреть в справочной нормативной литературе. Там это достаточно подробно расписано, включая и в нереализационные и так далее. Еще один альтернативный способ подачи информации для налоговиков при применении АУСН – это если налогоплательщик сам вносит данные через свой личный кабинет. В этом случае ограничены сроки, то есть он должен не позднее 5 числа месяца, который следует за текущим, указать эту информацию. А налоговики в течение 10 дней, то есть до 15 числа, опять же месяца следующего за налоговым периодом, в личном кабинете должны разместить уведомления о налоговой базе, о сумме убытка зачтенного или переносимого на следующий период, о сумме налога и о зачете ранее полученных убытков в счет расходов, либо торгового сбора. Если, например, объект налогообложения дохода, то есть 6%, и компания платит торговый сбор. Ну, соответственно, в этом случае проверяется, что организация состоит на учете в качестве плательщика такого сбора. В общем-то, немножко подсластить пилюльку здесь можно только тем, что сумма уплаченного, именно уплаченного торгового сбора, которая превышает сумму налога за месяц, можно учитывать в следующих месяцах текущего календарного года. Ну, и, соответственно, сумму налога, которую налоговая рассчитала, она тоже должна указать в уведомлении налогоплательщика. Вот здесь мы сейчас с вами перейдем в конфигурацию 1СЕРП, и показать мне вам хотелось информацию по поводу личных кабинетов. Значит, у нас есть раздел «Регламентированный учет», и в регламентированном учете у нас есть раздел «Личные кабинеты». Попасть в него можно и из этого меню, и перейти в регламентированные отчеты, что мы сейчас и сделаем, и попасть уже оттуда. Я повторюсь, те, кто работает уже с этой программой не первый день, уже, скорее всего, опробовали это меню. Ну, на всякий случай, повторю, вдруг кто-то не сталкивался, и для него это не совсем привычно. Меню, которое мы с вами видели перед этим, то есть в регламентированном учете, здесь повторяется в верхней панели меню. То есть нас интересуют с вами личные кабинеты. Сейчас, видите, выпала рекламная информация про 1С-отчетность. Здесь, в общем-то, обратите на нее внимание, потому что в свете всех вот этих вот новшеств это получается один из самых удобных инструментов на данный момент, поскольку он позволяет исключить звено в виде операторов, операторов, то есть типа Тензор, СБИС, Астрал, Контур, и обмениваться с налоговой напрямую из 1С. В этом случае вы, это я закрою, увидите статусы, ну, практически то, что привыкли видеть у операторов, то есть принято, не принято, переданы какие-то ошибки, вы видите прямо в программе, отправлять вы можете прямо в программе, минуя так выгрузки файла промежуточного для передачи налоговой и так далее. А вот личные кабинеты, это очень удобный инструмент, который, ну, сейчас он есть не во всех кабинетах, не во всех конфигурациях, но в ERP он присутствует. То есть это регистрация напрямую на сайтах, ну, например, возьмем юридическое лицо, в этом случае необходимо на сайте, соответственно, либо налоговой инспекции, либо пенсионного фонда, либо ФСС, зарегистрировать личный кабинет, и в этом случае переходить в него можно напрямую из 1С, ну, соответственно, в случае, если нужно отправить какие-то отчеты, письма и так далее, это можно делать напрямую, сформировав, например, оборотно-сальдовую ведомость в конфигурации и сразу отправить его, отправить ее в личный кабинет. Вот именно здесь хочу обратить ваше внимание, что вам нужно проверить электронно-цифровую подпись, потому что в 2022 году электронные подписи выпускают уже только налоговая инспекция, в отличие от того, что раньше их выпускали в основном уполномоченные операторы, ну, например, тот же Тензор, СБИС и так далее. То есть необходимо проверить легитимность вашей электронно-цифровой подписи. Ну, сейчас более подробно мы не будем останавливаться на сайте налоговой инспекции, а снова вернемся к нашим, нет, не слайдикам, мы вернемся в нашу конфигурацию демо. Обратите внимание, есть личный кабинет для юридических лиц, есть личный кабинет для ИП, соцстрах, те, кто работает соцстрахом, обратите внимание, что в этом году у нас больничные листы представляются только в электронном виде, и поэтому зарегистрировать личный кабинет на сайте ФСС очень удобно. То есть вы сможете, так сказать, онлайн и видеть статусы больничных листов и других документов. Но у некоторых регионов для того, чтобы открыть личный кабинет, нужно подать письменное заявление в фонд социального страхования. На это обратите внимание, потому что если этого не сделать, то, допустим, только дистанционно может не получиться зарегистрировать личный кабинет ФСС. Госуслуги, соответственно, тоже в этом же списке, алкоголь, регулирование и, в принципе, ФСС, личный кабинет электронных лесков нетрудоспособности. И статистика. То есть то же самое. В статистике удобно зарегистрировать личный кабинет. Всегда можно проверить, на какую отчетность вы попали, что вам нужно сдавать. И почему это важно сделать? Потому что в этом году статистика уже выставляет штрафы за несдачу или несвоевременную сдачу отчетности. И штрафы достаточно ощутительные, от 70 до 100 тысяч рублей на юридические лица. Плюс штрафы на руководителей, на должностных лиц. Потратить время на первоначальные настройки, в принципе, вам придется только один раз, и то их очень немного. Но зато это очень облегчает работу с фискальными органами и, соответственно, экономит время. Давайте снова вернемся к нашим слайдикам. И поговорим про сроки уплаты. Сроки уплаты у нас, опять же, вводится, точнее, уже введен единый налоговый платеж ЕНП, под который изменены сроки уплаты. Та же самая история у нас приключается и с автоматизированной упрощенкой. То есть, если организация или предприниматель применяет упрощенку, то, соответственно, исчисленная налоговыми органами сумма должна быть уплачена не позднее 25 числа следующего месяца. Так же, как и при обычной упрощенке, если у вас, например, доходы минус расходы я имею в виду, то есть 15% упрощенку, если у вас по итогам периода получен либо убыток, либо исчисленный налог меньше минимального, для обычной упрощенки это 1%, для автоматической это 3%, то, естественно, нужно заплатить 3% от оборота. Еще один важный момент, что уплачивать налог за налогоплательщика может и банк, то есть уполномоченная кредитная организация. Для этого вы можете подать уведомление в налоговую инспекцию о том, что уплату налога будет осуществлять банк. При этом, если у вас расчетные счета в разных банках, ну, то есть, например, сейчас наличие количества открытых расчетных счетов для организации не лимитированы, то для уплаты налога по автоматической упрощенке вы можете выбрать только один банк, то есть только одну кредитную организацию. По поводу перехода, как можно перейти на упрощенку, на автоматизированную упрощенку АУСН. Ну, соответственно, с нового календарного года я уже говорила, то есть позднее 31 декабря текущего года надо подать уведомление в налоговую инспекцию. Можно это уведомление отправлять через личный кабинет, то есть то, что мы с вами смотрели. Ну, или, соответственно, любым другим законным образом. Вновь созданные предприятия так же, как и для обычной упрощенки, могут послать уведомления о применении АУСН с момента регистрации. Опять же, это можно сделать и через личный кабинет. Срок, так же, как и для обычной упрощенки, у нас 30 календарных дней с датой постановки на учет. Обратите внимание, что этот срок, если нарушен, то никаких уведомлений от налоговой инспекции о том, что вы пропустили сроки, не будет. Когда вы подадите декларацию по итогам периода, то есть вы считаете, что у вас упрощенка, а налоговая инспекция присылает вам уведомление о том, что вы не подали декларацию по нужному режиму, потому что права на применение упрощенки у вас отсутствует. Ну и, соответственно, в этом случае включается механизм со всеми пенями, штрафами, пересчетом на общий режим, если вы его применяли и так далее. Вместо вас уведомление может подать банк. То есть, если вы при регистрации открываете счет в уполномоченном банке, то есть банке, который включен в реестр, вы можете дать поручение банку о том, чтобы он подал декларации на тему применения автоматической упрощенной системы. В этом случае вы, конечно, сэкономите время, сэкономите, ну, скажем так, силы нервной клетки и виноват в случае чего будет уже уполномоченный банк. Хотя, в принципе, это не очень такое, не очень утешающее обстоятельство. Снова вернемся в нашу демо-базу. И, кроме того, что мы поговорили с вами про личные кабинеты, мне хотелось бы показать, что в режиме, в разделе НСИИ и администрирование, к сожалению, не так быстро запускается, как хотелось бы, регламентированный учет, извините. Есть еще и режим сверки с налоговыми органами. Ну и, соответственно, обмен письмами, как обычно, письма и сверки, и сообщения, если вы, например, посылаете какие-то документы, возражения, информацию по встречным проверкам и так далее. Значит, хотелось мне поговорить про сверки. режим сверок для упрощенцев. В принципе, в идеальном случае желательно делать как минимум ежеквартально, когда вы должны перечислять авансовые платежи. здесь мы формируем так же, как, например, в СБИСе, в Австралии, то есть мы там тоже можем запросить сверку расчета с бюджетом, и тот же самый механизм заложен и в ЕРП. Акт сверки расчетов, это, в принципе, документ, который можно запросить с подписью налоговой инспекции, а вот выписка операций по счетам с бюджетом более информативна именно для внутреннего использования, поскольку в ней отражены все операции, то есть и начисление налоговым органам, начисление, допустим, пении, начисление каких-то дополнительных сумм, если обнаружила налоговая инспекция, операции, которые вы посчитали не обладаемыми, список предоставленной отчетности или справка, которая иногда требуется для банков, например, и так далее. В этом случае мы можем напрямую отсюда и отправлять эти документы и просто запросить для личного использования. Ну, например, вот если мы возьмем выписку по операциям с бюджетом, то в этом случае формируется долг и печально, то в этом случае у вас будет возможность получить всю информацию о движении ваших денежных средств, особенно если вы применяете единый налоговый платеж, то есть налоговая инспекция обязана распределить сумму, которая у вас есть на расчетном счете пропорционально начисленным, пропорционально удельному весу каждого налога в общей сумме начисления. Ну, соответственно, вы можете по сверке это просмотреть и проверить. Еще одна такая, в общем-то, приятная информация, просто редко люди прибегают к этому, если вы являетесь подписчиком ИТС, информационно-технологическое сопровождение, то в этом случае, если у вас ИТС-ПРОФ, то у вас есть возможность использовать бесплатно некоторые сервисы. В основном это для упрощенцев очень полезно, облегчает работу по поводу того, что вы можете сразу проверить контрагента, просмотреть, не является ли он однодневкой, просмотреть его данные и проверить сведения по поводу его должностных лиц. Почему это важно, почему я делаю акцент именно на должностных лицах, потому что в этом году, точнее говоря, в прошлом году, расширены полномочия налоговых инспекций и налоговая инспекция может признать не сданная отчетность, если обнаружат хоть одно из условий, то есть, например, ваша отчетность подписана неуполномоченным лицом, либо ваша отчетность подписана должностным лицом, у которого недостоверные данные паспорта, то есть, это достаточно часто встречающаяся ситуация, когда, например, руководитель поменял паспорт, ну, например, вышел замуж, подошел возраст, ну, по каким-либо причинам сменил паспорт, а в ЕГРЮ остались данные об его старом паспорте, то есть, в налоговую не подали сведения об изменении этого документа, и в этом случае и руководитель, и организация попадают сразу во все черные списки, то есть, у руководителя получается недостоверная информация, указанная в регистрационных сведениях, ну, и, соответственно, автоматически стопорится и отчетность, и все, что подписывается его электронной цифровой подписью, и так далее. На многих сайтах, например, консультант, гарант, астрал, сбис, опубликовали перечень, опубликовали перечень пунктов, по которым налоговики могут вернуть отчетность, как не, как аннулированную. Ну, соответственно, кроме того, что при этом включается механизм всех штрафных санкций, то есть, начисляются и штрафы, и пени, блокируются счета. Это просто еще и дополнительная работа по изменению, скажем так, причины, по изменению сведений в игре, ну, и плюс, к сожалению, снять этот, вывести предприятие или руководителей с черного списка, это тоже достаточно проблематично, потому что надо потратить кучу времени на телефонные звонки, на написание писем, обращения и так далее. Один из пунктов это подписание ЭЦП, если ваш руководитель дисквалифицирован и срок дисквалификации к моменту подписания еще не окончился, ну, соответственно, если умерший человек и так далее, то есть здесь достаточно серьезно налоговики взялись за подтверждение правомерности и дееспособности руководителей и подписания ими отчетности. Пока я вам рассказывала про причины, по которым налоговая может признать недействительность данную отчетность, у нас все-таки открылся запрос на сверку. Обратите внимание, ну, то есть, если у вас, например, несколько юридических лиц, ну, естественно, вы выбираете от какой юрлица вы отправляете, дальше вы выбираете, если у вас, например, есть обособленные подразделения, которые зарегистрированы в разных налоговых инспекциях, то, соответственно, если вы выбираете сверку, запрос на сверку вы можете выбрать по всем регистрация по одной или в целом по организации, если мы выбираем в целом по организации, то, соответственно, у нас должно быть несколько запросов в разные налоговые инспекции, то есть там, где стоят на учете ваши обособки. ну, соответственно, кому это уже указывается конкретно в этой связи, что мы хотим, либо кому-то конкретно направить, либо в общий отдел, либо отдел по работе с налогоплательщиками, ну, период и налоги, то есть, если вам не нужны все налоги, то можно выбрать, например, один налог и, соответственно, указать какой, либо по всем налогам, ну, значит, соответственно, по всем. И выгрузка, то есть, так же, как и в налоговой отчетности, здесь есть возможность выгрузить, проверить выгрузку и отправить ее уже традиционным путем через оператора, с которым вы, например, работаете или напрямую, если у вас подключен режим 1С отчетность. Возвращаясь к тому, что я говорила про дополнительные сервисы при ИТС, то есть, то, что вам очень сильно поможет и то, что пользователи ИТС проф получают бесплатно, пользователи ИТС техно, к сожалению, должны будут доплачивать за эти сервисы. Но сервисы в этом случае, сервисов у нас достаточно много, самые такие комфортные, распространенные, это 1С-контрагент, то есть, это когда по ИН вам выдается информация информация о запрашиваемом предприятии, начиная от того, кто его учредители, руководители, даты регистрации, виде деятельности, ну, то есть, полностью информация, которая содержится в EBRU, и в этом случае очень удобно получить такую информацию сразу, когда вы только вносите этого контрагента. Это мы пока закроем, чтобы он у нас не отвлекал. Соответственно, вы получаете в этом случае всю информацию, которую можно про него собрать из официальных источников, вы можете это распечатать и потом, ну, либо сохранить, конечно, где-то в файле, и потом для налоговой предоставлять это в качестве проявления должной осмотрительности, что вы все проверили, что это не выкидались на однотневки, а на самом деле это предприятие выглядело вполне солидным и вас штрафовать не за что. Еще один момент по поводу сервисов, которые можно подключать, это сервис 1С Парк, то есть это оценка рисков, которые могут быть связаны с разными аспектами, с финансовой деятельностью, с регистрационными данными и так далее. 1С Отчетность, то есть про 1С Отчетность я уже говорила, можно переключить, этот дополнительный сервис тоже доступен подписчикам МТС. И еще у нас в меню регламентированный учет, выписки с ЕГРУ, это в принципе достаточно часто применяемое, когда вам нужно запросить, например, приложить к договору выписку с ЕГРУ, свежую, то можно сделать это из этого меню. Вернемся снова к нашим слайдикам и еще одну нормативную информацию хочу вам показать, это то, что касается автоматической упрощенки. Значит, в этом случае у нас так же, как и традиционная упрощенка, существуют два дохода и доходы минус расходы, абсолютно так же, как при обычной упрощенке, мы должны учитывать обычные доходы, то есть доходы от реализации товаров, услуг и так далее, и вне реализационной доходы. В этом случае у нас в принципе есть единственная тонкость для автоматической упрощенки. Значит, такие доходы у нас, поскольку отчитывается банк, они фиксируются на дату поступления денежных средств, то есть это кассовый метод, так же, как и вся упрощенка обычная. Ну, естественно, в доходы попадают и авансы, и деньги, которые у вас через кассу. поступают. То есть, обратите внимание, что если вы применяете кассовый аппарат, то, соответственно, когда у вас оформляется чек, то есть, когда делаются записи о применении кассы, теоретически при этой новой упрощенке должны учитываться именно операции, на которой оформлены чеки или полученные денежные средства. При этом, если вы получаете, например, заемные средства, которые не являются вашим доходом, то нужно сразу проверять, как они отражены банком. По поводу расходов, здесь абсолютно та же ситуация, если мы кому-то платим, например, какой-то закуп, то это необходимо проводить через кассовый аппарат и, соответственно, должен быть чек с признаком расхода, иначе при подсчете налоговой базы этот платеж не примут во внимание. Сейчас чек расход в основном делается, если приобретается у физ лица товары для перепродажи наличный расчет, но, тем не менее, возможность работы с наличными и с юридическими лицами у нас сохраняется, так что вот здесь можно сказать такой тоже немножко шероховатый момент. При расчетах наличкой напоминаю, что нужно помнить про лимиты расчетов наличными денежными средствами. Снова вернемся к нашей демо-базе. Вот, и здесь мне еще хотелось бы один момент обратить ваше внимание на один момент. В регламентированном учете мы с вами посмотрели 1С отчетность и хотелось показать еще вам декларацию по упрощенке. То есть у нас с этого года применяется новая форма декларации, которую использовали при отчетности за 2021 год. То есть сейчас она уже ну как бы не такое революционное новшество. На самом деле сама форма декларации и самое главное правило ее заполнения не изменились. изменилось количество листов и коды в зависимости коды доходов. Хочу обратить ваше внимание, что когда мы создаем 1С отчетность, когда создаем в 1С, то у нас есть возможность выбрать закладочка избранная входит та отчетность, которую вы уже либо создавали, либо часто используете. на закладочке все у вас есть перечень всех отчетов, которые в принципе существуют и вы можете выбрать эти красивые звездочки, какую вам еще нужно отчетность поместить на закладку избранная. В этом случае здесь ничего лишнего. Я выберу декларацию по упрощенке и хочу показать один момент, который касается именно релиза программы и формы декларации. То есть я выбрала предприятие, я выбрала год, который я хочу и нажимаю кнопочку создать. Вроде никаких у меня здесь предупреждений не вываливается. Но когда нажимаю кнопочку создать, если у вас старый релиз, то у вас может выпасть предупреждение, что используется старая версия регламентированного документа. Значит, соответственно, здесь у меня сейчас заполнены данные, которые у меня есть в программе, ну, то есть, соответственно, были заполнены стартовые сведения. и вот этот флажок места постановки на учет, если вы переводили организацию в другую налоговую специю, то здесь нужно будет проставить флажок. Еще раз повторяю, что форма здесь, где вы видите ссылку на документ, каким документом она утверждена, ссылка новая, но правила заполнения декларации остались прежние без изменений. Точно так же идет авансовая платежа, точно так же идут разделы, если у вас 6% или 15% упрощенка, идет расчет и обращайте внимание на вот эти коды. То есть, видите, расчет налога расшифровка кода, что вы применяете, какой. Если у вас будет две ставки, то есть 6% например и 8%, то есть, когда у вас применяется повышенная ставка, то вы, соответственно, должны будете указать, у вас должно быть заполнено два листа по одной ставке и по другой ставке. Ну и дальше обычная привычная так сказать форма процентная ставка и так далее. Я не буду сохранять, потому что нам это не надо, мне просто хотелось показать вам, обратить ваше внимание именно на порядок, таким образом мы можем перенести актуальную информацию в меню выбора и на что мы должны обратить внимание. Это то, что касается упрощенки именно применения общей системы. Что еще можно сказать? Снова перейдем к нашему слайдику. По поводу нового вот этого режима автоматически упрощенной системы на рынке обложения. Рассчитаны они на маленькие предприятия. Соответственно, это микробизнес, но кроме того, что они может быть в какой-то мере облегчают жизнь, конечно, упрощенцам именно маленьким, которым невыгодно держать самостоятельного бухгалтера или сложно работать с такой отчетностью, они очень жестко регламентируют определенные шаги. То есть практически вся операция, все операции бизнеса ставятся под жесткий контроль, когда от самого предприятия уже не зависит заполнение отчетности, это все делает банк, и здесь главное не пропустить регистрационные шаги, то есть о том, что в банк надо подать заявление об этом, о применении этого режима дать поручение на перечисление налогов и так далее. То, что касается обычных упрощенцев, которые не относятся к микропредприятиям, у которых больше шести человек, ну, больше пяти человек, вернее, то в этом случае нужно быть очень осторожными и аккуратными в отношении того, что применяется единый налоговый платеж, то, что расчеты по документам тоже претерпели изменения, то есть платежные поручения внесены изменения в правила заполнения платежек, применены новые коды доходов и соответственно в связи с этим получается очень актуальный вопрос об обновлении программного обеспечения, то есть чтобы у вас программа была всегда новая, потому что практически вот в этом году каждый месяц у нас есть какие-то изменения и дополнения которые касаются либо регламентированной отчетности либо нормативного регулирования какого-то как отсрочка платежей, то есть для того чтобы работать с отсрочкой платежей в программе не нужно делать какие-то изменения, но тем не менее это нужно иметь ввиду. И еще хочу обратить ваше внимание снова вернусь в демо-базу администрирования у нас есть очень хорошая справочная информация, то есть в каждом разделе меню продажа, ну мы можем взять любой раздел, есть справка либо контекстная, то есть которая касается конкретного раздела меню, где мы находимся, ну например отчетность или еще что-то, ну вот снова вернусь например я возьму первый попавшийся отчет, это у меня декларация по НДС по упрощенке, но тем не менее для того чтобы показать этого хватит, ну то есть видите у меня по упрощенке были обновленные регламентированные отчеты, а по другим налогам я не обновляла, поэтому появляется вот такое предупреждение, можно прямо отсюда проверить обновление и закачать новое обновление, сейчас я не буду это делать, каждый из разделов содержит справочную информацию, вызывается она чаще всего по кнопочке еще внизу справка, либо прямо в контексте рядом с интересующим например полем стоит вот такой вот знак, то есть контекстная справка, и при этом мы переходим в справочную информацию от фирмы 1С, там практически очень подробно и очень своевременно выкладывается информация, то есть вот видите, ну в данный момент у меня пошла по 1С отчетности, соответственно есть ссылки, когда можно перейти на сайт и почитать очень внимательно, чаще всего мы не обращаем на это внимание, поскольку привыкли, что справка это что-то застывшее как памятник и к текущим вопросам не относятся, на самом деле не игнорируйте такую возможность, потому что на сайте именно 1С есть информация и справочная, и комментарии к законодательству, и плюс очень сжато и очень концентрировано собраны все нововведения, которые наше правительство выдало, и которые мы должны учитывать, а соответственно 1С должны у себя их отразить, поэтому вот когда что-то меняется, вот как у нас сейчас в жизни, этот режим очень актуален. Разрешите на этом нашу встречу закончить, я сейчас снова перейду в наши слайдики, и снова открою титульный лист, для того, чтобы напомнить вам наши контакты, наша электронная почта, наши телефоны, наш сайт, мы будем рады вашим обращениям, мы будем рады оказать вам помощь в любом разделе, связанном с 1С, благодарю вас за внимание, компания Кодерлайн прощается с вами, надеемся до новых встреч, и что наш вебинар был вам полезен. Спасибо за внимание, всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова